Играет музыка Спасибо, спасибо, кастрюли и плитка Итак, плита и кастрюли, откуда-то сверху тоже аплодисменты Ура, у нас теперь будет, хочу готовить Спасибо Ура, ура Привет, девчонки Привет Как вы сюда попали, расскажите Мы сюда приехали из разных стран, из разных уголков мира на обучение Yoga Teachers Мы проходили обучение в школе Решаку Йокшала И вот сейчас, уже после того, как наше обучение закончилось У нас не получилось, у многих, у половины нашей группы не получилось уехать домой И вот мы остались здесь Нас осталось около 15 человек У нас разные страны, у нас Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, конечно же Россия, Украина и Канада Один человек Конечно, мама ждет, вот, мне уже деньги отправили из дома А то, что там карантин, сестра, мама тоже уже не работает После апреля уже сложно будет мне здесь жить, остаться Приходится рассчитывать на себя, на родственников, на тех, кто остался в России У кого еще пока есть возможность переводить какие-то средства Потому что, ну, все мы заполнили форму на госуслугах на получение материальной помощи Но, к сожалению, эта помощь приходит далеко не всем Я уже готова купить, да, билеты уехать на родину То рейсов нет Вот, на родине меня ждет моя доченька Ей пять лет Она звонит мне и плачет трубку Я приехала сюда, я тут верещала вообще от счастья Смотрела на все, и я, наверное, тут еще останусь чуть подольше Ну, и как бы меня вселенная услышала Я осталась чуть подольше Не знаю, насколько Будем смотреть Так как я из Украины, нам сказали, что украинцев вообще не хотят вывозить домой И что наш последний рейс был 27 марта И, в общем, как выбираться отсюда, мы не знаем В общем, либо придется вернуться на Украину Либо нам в Индии продлят Потому что если Украина не откроет границы, мы не сможем просто вернуться Украина вообще никакой не финансовой поддержки И никаких особо, они, ну, как бы, об этом даже не говорилось Они просто сказали, что они нас не будут забирать И чтобы мы сидели где, кто где застрял Изначально у нас было 29 То есть половина уехала, у них получилось уехать, а мы останемся А вы почему не уехали? Некоторые страны вообще не организуют рейсы Вот в Туркменистан не организовывали То есть они не забирают своих граждан Узбекистан тоже нет Узбекистан тоже, да? Азербайджан не организуют И вот наш из России рейс последний улетел 1 апреля Но мы на него не попали Привет, меня зовут Лиля Я с юга России, с города Ростов-на-Дону Я приехала сюда в Ришикеш Для того, чтобы пройти курс преподавательский по йоге В школе Ришикул-Йокшала Прилетела я сюда в начале марта И вот осталось сейчас уже конец апреля практически Вот до сих пор я здесь Не получилось улететь в то время, в которое я должна была улететь Билет у меня обратный был на 6 апреля Но рейс отменили С тех пор был последний рейс из Дели в Москву 1 апреля И до сих пор больше не было никаких рейсов Так что пока мы ждем Каждый из нас, когда приезжал сюда, на что-то рассчитывал То есть если я собиралась улететь 6 апреля Соответственно я так и рассчитывала свои финансы Чтобы не задержаться здесь надолго И на самом деле так практически каждый из нас Приходится рассчитывать на себя, на родственников На тех, кто остался в России У кого еще пока есть возможность переводить какие-то средства Потому что все мы заполнили форму на госуслугах На получение материальной помощи Но, к сожалению, эта помощь приходит далеко не всем Так что приходится экономить Всем привет! Меня зовут Генель Я из Азербайджана, из города Баку Я приехала в Решикеш учиться в йога школу В конце марта 31-го, точнее, закончились наши уроки Но я пока что здесь почти уже второй месяц Я здесь К нам пока чартер рейс не ожидается А так у меня было 5 апрель, билет Я поменяла на 3 май Потому что мне сказали 3 май будет реальный полет А теперь говорят, что нет Будет в июне Непомощь, то есть деньги отправят Но это будет в конце апреля За апрель и за май Отправят Я жду пока что Это государство отправит? Да То есть государство поддерживает? Да, да У нас очень мало Да Говорят, что 28 там Может, из-за этого чартер рейс пока что не ожидается Вот надо нас Конечно, мама ждет Вот, мне уже деньги отправили из дома А то, что там карантин, сестра Мама тоже уже не работает После апреля уже сложно будет мне здесь жить, остаться Хочу домой Уже хочу Первое время нас вообще не выпускали? Да, но первое время нас не выпускали Когда мы были еще студентами школы Нас не выпускали Потом школа закрылась То есть 31-го, да? Да И уже после окончания обучения Мы уже, получается, здесь Не как студенты, а как постояльцы И уже такого нет Ну, то есть первые дни Они все равно еще придерживались Как-то этого режима Пытались нас держать Пытались, да А потом поняли, что это бесполезно Но мы выходим только до часу дня До часу дня Мы парярочные Игражды До часу дня в маске Желательно там один-два человека Да, правила пытаемся То есть хотя бы открыт до ворота Первое время мы лазили через забор Потому что все было закрыто И нас ругали Чтобы туда мы пошли Но мы знаем, что люди ходят Можно Нас не выпускали Ну вот, когда у нас еще было обучение Нам, соответственно, все было включено То есть завтрак, обед и ужин Питание было включено После того, как обучение закончилось То есть с 3 апреля Уже сказали все, ребята Теперь только платно И у нас получается вот завтрак, обед и ужин Если мы будем пытаться продолжать в школе 350 рупий с человека В день В день, да И очень однообразные, да Рисе дал Ничего вкусного Да Немного совсем разнообразия Очень надоело нам И очень невкусно стало Некоторым из нас плохо Мы просим, не надо Слишком остро Ноу спайси Они говорят Ноу спайси Ну, может взять в рот невозможно Ну, как у нас Нет Ну, не было до сегодняшнего дня И благодаря ребятам Теперь у нас появилась возможность Готовить самостоятельно Потому что нам пожертвовали Плиту Сковородку Кастрюлю И мы теперь безумно счастливы Мы теперь можем сами готовить Спасибо большое У нас до вечера Жареная картошка Мы только успели Без десяти час Можно же до час Мы без десяти час С Гюнель бежим Картошку купить Слава богу Мы нашли Картошку Лук, помидорки И вот сегодня у нас будет Жареная картошка Меня зовут Марина Я уже шесть лет Живу на чемоданах Долго жила в Китае Путешествую Сама я из Украины Из Донецкой области Вот И Индия Это такая страна необычная Она меня тянула очень долго Вот крутилась на заднем фоне Я знала, что когда-либо Я туда попаду И вот Еще в ноябре этого года Я приехала сюда Я работала здесь Я сама танцор И искала, конечно, место Где я могу обучаться йоге И вот нашла Решкул Йокшала Приехала сюда Решакеш Это, конечно, волшебный город Он просто пропитан духовностью Здесь столько необычных людей И нереальная природа Волшебная просто Река Ганга Это заповедник рядом Вот здесь Тигровый Вот И что могу сказать Индия меня тянула И она меня не отпускает Вот со всей этой ситуацией Сложишься То есть курс закончился Но я еще здесь И И это хорошо Это лучшее место Где можно было Пережить этот карантин Место, где я работала Работодатель должен был Купить билет Мне Как раз после курса Но в связи со всем Как бы Естественно Он понимает ситуацию Он меня поддерживает Это, конечно же Как только появится Какая-то возможность Он мне возьмет Этот билет Но пока что Пока что Он наслаждает здесь Я приехала сюда Я тут верещала вообще От счастья Смотрела на все И я, наверное, тут еще Останусь чуть подольше Ну и как бы Меня вселенная услышала Я осталась чуть подольше Не знаю, насколько Будем посмотреть Пока что Возможность у меня Пребывать здесь есть Естественно Я не рассчитывала Там жить здесь И Ну я думаю Что Если придется То найдется Возможность Дохода Чтобы Дольше пробыть здесь Или какая-то Помощь будет Ну Единственное Что У меня вот Жара немножечко Так отталкивает То, что Говорят Летом Очень жарко И проливные дожди Ну Разве это проблема Привет всем Я Юля из Томска Здесь тоже Я проходила Курс по йоге В этой школе Решикул йог шала Курс закончился И мы остались здесь Нежданно Негаданно Когда Объявили Рейс на 1 апреля Я тоже собиралась Я была в активе Собирала народ Готовили там На автобус Мы собирались В чате Переписывались Но Когда Стали звонить В колл-центр Мой билет Аэрофлот Не нашел Ни по фамилии Ни по броне И Он вроде бы Исчез Поэтому Получилось так Что я осталась здесь Вот С билетом Так еще до сих пор Неразбериха Потому что Мой агент Три претензия В аэрофлота Один в Росавиацию Ничего не отвечает К этому билету Ну даже если Я уже готова Купить Билет Уехать на родину То Рейсов нет Вот На родине Меня ждет Моя доченька Ей пять лет Ей пять лет Трудно вырваться На месяц На учебу Потому что Это мне нужно Для работы А теперь Уже месяц Практически Не могу Вернуться Обратно Вот Жду рейса Муж Сказал За любые деньги Будут покупать билет 19-го Был рейс Да Обещан Он по-моему Был с Гуа То есть С Дели Как-то Я даже не слышала Такой информации И его отменили Все равно И притом Он был только Для москвичей Для жителей Московской области Нас туда Изначально Вы даже И не взяли При любом желании Сейчас Мы организовали Чат Для сибиряков Это Красноярск Томск Новосибирск Кемерово Барнаул Омск Люди Списались Друг с дружкой И Составили мы списки Обратились К губернаторам Ну Своих областей С обращением Что Возможно Вы как-то Между собой Организуйтесь И выделите нам Рейсы Где мы можем Просто сибиряки Прилететь в какой-то Один сибирский город И на автобусах Нас развезут по домам Потому что Мы никакие тут Не заразные Мы живем тут Я живу тут С 5 марта В Решакеши Случаев нет Мы Ну долгое время Были в заперти Мы все здоровы Заберите нас домой Нашим семьям Меня зовут Наталья Я приехала Из Украины Сюда Во Бриндаван Вот И я приехала На паломничество Это По святым местам В начале марта Я уже выехала Из Дриндавана И приехала Сама Вот сюда В Решикеш И вот уже На йога курс Сюда В йога школу Решикул Йокшала Вот Обучаться на йога фитчера Вот Ну мы месяц Прошли Обучение Закончили наш йога курс И все было Очень классно Ну и В конце Марта Сказали Что у нас Теперь будет Как бы карантин И мы не можем Теперь все выехать И мы должны оставаться здесь Но я как бы и планировала Оставаться еще месяц Здесь в Решикеше Поэтому для меня Это не был шок Что мы остаемся В Решикеше Единственное Что сделали карантин И мы не можем выходить У меня такая ситуация Что у меня виза заканчивается И надо за это время Будет куда-то выехать Но Так как я из Украины Нам сказали Что Украинцев вообще Не хотят вывозить домой И что наш последний рейс Был 27 марта И в общем Как выбираться отсюда Мы не знаем Украина вообще Никакой не финансовой поддержки И никаких особо Они Ну как бы Об этом даже не говорилось Они просто сказали Что они нас не будут забирать И чтобы мы сидели Где Кто где застрял Сказали Что нас посадят в изолятор На две недели На какой-то там Я не знаю куда В какую-то клинику Или больницу Я бы очень не хотела Туда Как бы приезжать И садиться Потому что Это где-то с кем-то И люди все будут собраны С разных стран Поэтому Это конечно По мне даже более опасно Возвращаться Чем быть здесь Какое-то время И вообще не рисковать Вот Поэтому Как-то вот И страшно Это возвращаться На самом деле Ехать в аэропорт В этот весь кошмар Я не особо сейчас хочу Куда-то вообще Выезжать На самом деле Лучше мне кажется Пересидеть здесь И дождаться Когда все это Немножко Станет тише Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok